В ноябре 1958 года британские геологи, пролетая над пустыней в Ливии, случайно обнаружили на земле обломки американского бомбардировщика Б-24. А через год в 130 километрах от места падения самолета были обнаружены тела членов экипажа. Пустыня законсервировала их, а вместе с ними два дневника, из которых поисковики узнали, что же случилось. 4 апреля 1943 года почти три десятка американских бомбардировщиков Б-24 «Либерэйтор» вылетели с аэродрома Салух близ Бенгазия в направлении Неаполя. В две волны тяжелые бомбовозы должны были поразить неапольский порт и военные цели в его гавани. Самолеты второй волны уже в воздухе были встречены песчаной бурей. Большая часть вернулась на аэродром, но четыре машины смогли пробиться через густую взвесь. В том числе новенький Б-24Д с именем собственного «Леди Бигуд», названный в честь популярной тогда песенки из одноименного мюзикла. Песчаную бурю самолет с музыкальным именем преодолел последним из четверки. Через Средиземное море к Неаполю и обратно «Леди Бигуд» шла в одиночестве. Уже за полночь первый пилот, лейтенант Уильям Хаттон, обнаружил неисправность автоматического радиопеленгатора. Найти домашний аэродром на глазок оказалось задачей невыполнимой. В ночи песчаные дюны, в которых отражался лунный свет, были неотличимы от поверхности воды. «Леди Бигуд» проскочила авиабазу «Солух» и летела вглубь Сахары, пока в баках оставалось топливо. Летчики были убеждены, что они все еще над Средиземным морем. Поэтому они надели парашюты и эвакуировались с падающего самолета. Оказавшись на земле, летчики решили идти на север, к побережью, и шли, пока не кончились силы. Эти девять молодых отважных людей не погибли бы и никогда не оказались бы в песках Сахары, если бы Вторая мировая война не пришла в Северную Африку. В суровой пустыне оказался один из важнейших фронтов. Вестей с этого жаркого фронта с нетерпением ждали и в дождливой Англии, и в заснеженном СССР. От того, кто одержит вверх в пустыне, где не растет даже чертополох, зависела судьба фермера из Техаса и виноградаря из Бургундии. Этот фильм о североафриканской компании Второй мировой войны. Разобраться в событиях африканской компании будет очень сложно, если не познакомиться сначала с одним из главных ее участников и важнейшим союзником Германии. Речь идет о фашистской Италии. Да, изначально именно итальянский строй назывался фашизмом. Само слово «фашизм» ассоциировалось тогда с Италией. Оно происходит от итальянского «фаша», латинский предок этого слова – «фасции». Фасции стали главным символом партии Муссолини. Это крепко связанные в пучок розги, которые в Древнем Риме носили ликторы – почетные стражники магистратов. Они выполняли лишь парадные функции. В более древние времена могли высечь провинившегося перед царем человека. Фасции отлично отражают смысл итальянского фашизма, каким его видели Муссолини и его сторонники. Сильное государство, которое опирается на единый народ, сплоченный властью. Государство, присвоившее себе право выражать волю народа и карать всякого, кто не подчинится. Сам Муссолини противопоставлял фашизм либерализму, демократии, индивидуализму и коммунизму. В современной же терминологии «фашизм» – это обобщающее понятие, включающее довольно разные ультраправые идеологии. Это, собственно, итальянский фашизм, австрофашизм, хортизм и салашизм в Венгрии, фалангизм в Испании, движение усташей в Хорватии и так далее. Наиболее радикальной формой фашизма считаются германские нацизмы. Две бесчеловечные идеологии – итальянский фашизм и германский нацизм – во многом похожи, да и возникли они примерно в одно и то же время. Основоположником фашизма был итальянский писатель и журналист Бенито Муссолини. В 1919 году он создал организацию «Итальянский союз борьбы» в оригинале «фаши-итальяне» Ди Комбатимента. Позже она преобразовалась в национальную фашистскую партию. Муссолини и Гитлер шли похожим путем. Оба были заслуженными ветеранами Первой мировой войны, оба прекрасно выступали перед публикой и умели достучаться до сердец своих слушателей. Как и Гитлер, Муссолини активно привлекал в свою партию демобилизовавшихся солдат и формировал из них боевые отряды. В Италии они назывались чернорубашечники. Но Муссолини обошел своего северного соседа. В 1923 году Гитлер попытался организовать государственный переворот, так называемый «пивной пуч». Но власти Веймарской республики подавили выступления с помощью полиции. Гитлер потерпел поражение и оказался за решеткой. После этого ему понадобилось еще целое десятилетие, чтобы добраться до власти. А вот Муссолини был более успешен. За год до пивного путча в 1922 году чернорубашечники совершили поход на Рим. Король Виктор Эммануил Третий не решился применить силу для их разгона и был вынужден уступить. Бенитто Муссолини стал премьер-министром Италии. В стране установился тот самый фашизм. Жесткий тоталитарный режим, основанный на идеологии единства страны, нации и вождя. Любое инакомыслие преследовалось. Враги правительства оказывались в тюрьме, в могиле или за границей. Насаждался культ личности Муссолини, которого называли Дуччо, то есть вождь. А если бы мы переводили на немецкий, получилось бы фюрер. Многое в Италии времен Муссолини было очень похоже на гитлеровскую Германию. Но существовало и отличие, причем очень важное. Нацизм – это прежде всего идея о превосходстве арийской расы над всеми остальными. Идеология Гитлера подразумевала, что только арийцы должны свободно населять землю. Остальные расы в лучшем случае могут лишь прислуживать им, а в худшем должны быть уничтожены. Идеалом же Муссолини была не раса, а сильное тоталитарное государство. Он мечтал о воссоздании Римской империи, страны, где итальянская нация главенствует над другими, но эти другие все-таки имеют право на существование. Много лет в фашистской Италии не было расовых законов. Они появились лишь в конце 30-х под нажимом Берлина. До тех пор итальянским евреям ничего не угрожало, и некоторые из них даже состояли в партии Муссолини и отрядах чернорубашечников. Задачу восстановления империи, однако, сложновато было решить в одиночку. Муссолини нужен был союзник, и таким союзникам вполне логично стал близкий по духу, несмотря на различия, германский национал-социализм. Со второй половины 30-х Италия и Германия сближались. В ноябре 37-го года Италия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, который годом ранее заключили Германия и Япония. В мае 39-го страны подписали так называемый Стальной пакт. Фюрер и Дуччо договорились поддерживать друг друга во время войны, которая вот-вот должна была начаться. Оформилась так называемая ось Берлин-Рим-Токио, которая дала название всем союзникам Гитлера. Страны-Оси. Муссолини начал действовать даже раньше, чем появилась эта самая ось. В 1935 году он отправил войска в Эфиопию, оставшуюся одной из последних неразделенных между европейцами стран Африки. Император Эфиопии Хайли Силасии отчаянно взывал о помощи, но миру было не до разборок итальянцев с африканцами. За полгода итальянская армия победила превосходящие по численности на значительно хуже вооруженные силы противника. Эфиопия стала итальянской колонией. В апреле 1939-го Дуччо провернул еще одну успешную операцию. Всего за несколько дней практически бескровно он аннексировал Албанию. Муссолини рассматривал эту страну как плацдарм для будущего наступления на Грецию. Ну а затем началась Вторая мировая война и развивалась она для стран Ассии более чем успешно в начале. К лету 1940-го года Гитлер оккупировал Данию и Норвегию, захватил Польшу, Францию и Бельгию, вынудил британскую армию убраться с континента. Теперь его позиции в Европе казались незыблемыми. Северная Африка тоже выглядела неприступной. Из новой столицы в курортном городе Виши коллаборационистская Франция контролировала свои колонии в Африке Марокко, Алжир и Тунис. Вишистская Франция сохранила и свой военный флот, и двухсоттысячную армию в Северной Африке, пообещав Гитлеру бороться с любыми захватчиками, прежде всего с англичанами. Муссолини удерживал свой свежий трофей Эфиопию, а также Ливию. Британские позиции в Африке, окруженные итальянскими и французскими колониями, были крайне уязвимы. Война выиграна, говорил фюрер Муссолини. Доведение ее до полной победы является лишь вопросом времени. Гитлер мог спокойно планировать вторжение в Советский Союз, не опасаясь за фланги своей империи. Ну а Дуччи, в свою очередь, грезил идеей захвата Египта и в первую очередь Суэцкого канала, который контролировали британцы. Канал между Средиземным и Красным морями, через который шли поставки сырья из английских колоний в Азии, и военно-морская база в египетской Александрии, были ключами к контролю над всем регионом. Захват Египта и овладение Суэцким каналом стало бы для Муссолини важнейшим шагом на пути к превращению Средиземноморья во внутреннее море Италии и созданию новой Римской империи. Немцам же победа в Египте обеспечивала бы беспрепятственный доступ к нефтяным месторождениям Ближнего Востока. У гитлеровской Германии был лишь один надежный источник нефти – Румыния. С захватом нефтеносных районов Персидского залива можно было быть уверенными, что топливо для военной машины Третьего Рейха будет доступно всегда. Союзник Гитлеру достался, конечно, своеобразный. Захватывать Польшу и Францию нацистам пришлось самостоятельно. Только 10 июня 40-го года, когда немцы уже подходили к Парижу, Муссолини соизволил наконец вступить в войну. Сначала они были слишком трусливы, чтобы принять участие, сказал тогда Гитлер. Теперь они спешат, чтобы разделить добычу. Добычу итальянцам приходилось искать в Северной Африке. Основные их силы располагались в Ливии. Во главе итальянской армии, которая должна была изгнать британцев из Африки, Муссолини поставил маршала Итало Бальбу, истового фашиста и прославленного летчика, совершившего в 30-е годы несколько трансатлантических перелетов на гидропланах. На востоке от Ливии находилась главная цель итальянцев – Египет. Это была бывшая колония Британской империи, формально независимая, но фактически находившаяся под контролем Лондона. У Египта был за Британией договор о размещении в стране английских войск. Именно им предстояло дать отпор армии Муссолини. Главнокомандующим всеми британскими силами на Ближнем Востоке был Арчибальд Уэйвал. Войска, находившиеся в Египте в его подчинении, насчитывали лишь около 66 тысяч солдат и офицеров. Из них почти половина египтянина британской службе. Муссолини рассчитывал повторить в Северной Африке успех старшего партнера по оси, провести Блицкриг и заставить Великобританию сесть за стол переговоров. Если англичане бежали из Европы, едва успев сесть на транспортники в Дюнкерке, то почему бы не заставить их то же самое сделать в Египте? Главнокомандующий Бальбо мог выбирать между двумя вариантами наступления прорваться в глубину английских позиций моторизированными частями при поддержке артиллерии или организовать массовое наступление по прибрежным маршрутам. Учитывая, что итальянские войска были лучше оснащены и превосходили британцев численности, Муссолини имел основание рассчитывать на успех. Однако, все пошло не по плану. Более того, первый удар нанесли не итальянцы, а англичане. 11 июня их передовые отряды спокойно пересекли ливийско-египетскую границу и похозяйничали на территории врага, перерезали линии связи и напали на патрули, захватив трофеи и пленных. В итальянских войсках, как выяснилось, царил такой хаос, что некоторые из попавших в плен офицеров вообще не были в курсе, что их страна вступила в войну. В следующие дни рейды продолжились. Британские отряды были очень немногочисленны и имели приказ немедленно отступать, встретив сколь-либо организованное сопротивление. Но они действовали так грамотно, что у итальянского командования сложилось впечатление, будто им противостоят превосходящие силы. Австралийский журналист Алан Мурхетт, который находился в английских войсках, вспоминал. От пленных мы узнали, что говорят о нас в тылу итальянцев. Пленные говорили, что против итальянцев действовали две, три и даже пять британских танковых дивизий, что в ближайшее время начнется большое наступление англичан. Вместо решительного броска к пирамидам итальянцы так и остались стоять на границе с Египтом, отбивая рейды британской армии и ожидая некоего их крупномасштабного наступления. Маршал Бальбо требовал подкреплений и пугал Дуччо, что на месте британских генералов был бы уже в Табруке, стратегически важном городе на востоке Ливии, в 120 километрах от границ. Это было, конечно, преувеличением. Дойти до Табрука англичане не могли. Зато они регулярно его бомбили. Это погубило и самого маршала Бальбо. 28 июня его самолет над Табруком сбила собственная зенитная артиллерия, приняв за британский бомбардировщик. И он погиб. Командование войсками в Ливии перешло к маршалу Рудольфо Грациани. Вскоре, однако, Муссолини пришлось пожалеть об этом назначении. Дуччи потребовал начать наступление на Египет 15 июля, но Грациани понимал, что это безумие наступать в Африке в середине лета самоубийство, не говоря уже о других проблемах. Большая численность это еще не все. Его войска были недостаточно моторизованы. Нужно было подготовить больше транспорта и топлива, снаряжения и боеприпасов. Маршал настаивал на дополнительных отсрочках и поставках так долго, как только мог. Летом 40-го года в Северной Африке война представляла собой бесконечные пограничные стычки, когда обе стороны вместо широкомасштабных операций проводили лишь рейды. Англичане издевательски называли итальянскую операцию «Зицкрик» «Сидячая война». Переломить ситуацию могла высадка немцев в Великобритании, которую все ожидали в конце лета, начале осени 40-го года. После этого англичанам стало бы не до Египта, и тут-то браво итальянская армия дошла бы прямо до Суэца. Но высадка все не начиналась, а продемонстрировать миру несокрушимую мощь римских легионов очень хотелось. И в начале сентября Дуччи поставил маршалу Грисанию ультиматум. Либо немедленное наступление, либо немедленная отставка. 13 сентября 40-го года, выстроившись словно на параде, итальянцы отправились захватывать небольшой приграничный город Эс-Салум. В таком виде итальянские войска были, конечно, легкой добычей для артиллерии, и та изрядно их проредила. Но силы были слишком неравны. К вечеру англичане отступили из Эс-Салума. 17 сентября итальянская армия взяла порт Сиди-Барани. И на этом череда блестящих успехов Муссолини в Африке закончилась. Наступление выдохлось. От границы до Сиди-Барани итальянцы прошли 80 километров. До Суэца оставалось еще 700. Итальянцев остановила пустыня. Пустыня может показаться идеальным местом для ведения войны, подобной Второй мировой. Ровная поверхность, никаких рек, которые нужно форсировать, минимум растительности, великолепный полигон для стремительных танковых атак и фланговых ударов. Но реальность оказалась совсем другой. Выяснилось, что воевать среди раскаленных песчаных дюн ничуть не проще, а во многом и сложнее, чем в снегах Подмосковья. Хорошая иллюстрация, каково воевать в пустыне. Записки солдата британской стрелковой бригады по фамилии Грег. Последние пять или шесть месяцев мы жили, как бедуины, и батальон стал выглядеть, как афганское племя. Наш дневной рацион воды составлял примерно полгаллона на человека. Мы месяцами не мылись, как следует. Наша форма была в лохмотьях, наши тела покрылись язвами. Африканская пустыня была безжалостна к европейцам. Автомобильные двигатели постоянно забивались песком и выходили из строя. Чрезвычайно жаркий африканский день сводил на нет любые попытки длинных переходов. Действовали зачастую холодными ночами. Североафриканская компания это в основном война на нескольких крупных дорогах вдоль побережья Средиземного моря. Уходить южнее вглубь пустыни было самоубийством. Растянувшиеся вдоль этих дорог на марше части становились отличным мишенью для авиации. Под 40-градусной жарой танки быстро превращались в раскаленные печи. Танковые экипажи двигались с открытыми люками, закрывая их только на время боя. С одной стороны это создавало хоть какое-то движение воздуха, с другой в машины задувало тонны песка. Когда танковая колонна въезжала в песчаную бурю, люки старались задраить как можно плотнее, но танки все равно пропускали песок внутрь. На время песчаных бурь любое движение армии прекращалось. Автоматическим оружием пользоваться тоже было сложно из-за носившегося в воздухе мелкого песка. Песок и пыль забивались между деталями, оружие быстрее изнашивалось и заклинивало. В пустынях Северной Африки почти нет растительности, под которой можно было бы укрыться от пекла. Жара была такая, что можно было жарить яичницу прямо на танках. Жажда триумфов на древнеримский лад видимо лишила здравого смысла Бенита Муссолини. После взятия нескольких небольших городов на египетском побережье он решил, что дело сделано и успех неизбежен. А значит можно заниматься и другими проектами, например, захватить Грецию, которая должна была стать еще одной провинцией его новой римской империи. Без согласования с Берлином в октябре 40-го года Муссолини начал греческую кампанию. До декабря 40-го года на египетском фронте стояла затишье. Итальянцы разбили несколько лагерей возле города Сиди-Барани и не предпринимали никаких попыток развить успех. Британцы находились в городе Мерса-Матрух. Противников разделяла нейтральная полоса в 130 километров выжженной пустыни. Внимание командования было отвлечено на другие театры военных действий. Рим больше беспокоила кампания в Греции, в Лондоне все еще опасались вторжения вермахта на свой остров. Но к декабрю все изменилось, причем в пользу англичан. Итальянский Блицкриг в Греции провалился, а вторжения в Британию не случилось. Поэтому фельдмаршал Уэйвелл решил вытеснить итальянцев из Египта. Уэйвелл рассматривал это как небольшую локальную операцию и вовсе не рассчитывал на значительный успех. Все-таки силы были совсем не равны. Он и представить себе не мог, как все обернется. 9 декабря британская армия, пройдя незамеченной через нейтральную полосу, обрушилась на итальянские позиции. Тем временем британские танки, также оставшись незамеченными, смогли обойти один из итальянских лагерей и ударить по нему с тыла. Утром 11 декабря гарнизон города Сидибарани сдался без боя. Войска Грациани побежали на запад, оставляя все захваченные ранее египетские территории. Британцы вошли в Ливию. В начале января освободили Бардию, в конце Табрук. Итальянские войска, обладавшие слабой боевой выучкой, были быстро отрезаны от своих толов и впали в панику. Линия обороны развалилась 115 тысяч человек попали в плен. Путь на Триполи, столицу Ливии, был открыт. Но 10 февраля 1941 года Черчилль приказал войскам прекратить наступление. Он посчитал, что задача выполнена и нужно сосредоточиться на разгроме итальянцев в Греции, куда были переброшены три дивизии Северной Африки. В общем-то, британский премьер был прав. Вряд ли итальянская армия смогла бы быстро оправиться после столь тяжелого и позорного поражения. Дела у Муссолини были плохи и на других фронтах, в частности, в Восточной Африке. Если посмотреть на политическую карту Африки времен Второй мировой, то сложно не обратить внимание на самый большой актив Муссолини на востоке этого континента. Все владения Италии там после захвата Эфиопии были объединены в новое административное образование итальянскую Восточную Африку. Возглавлял колонию генерал-губернатор Амадей Савойский, герцог, человек королевских кровей, выпускник Итана и Оксфорда с безупречным английским и манерами британского джентльмена. Положение у Амадея было не самым выгодным. Со всех сторон вверенная ему провинция была окружена противником, то есть англичанами. На юге находилась Кения, на западе Судан. Часть побережья Красного моря занимала британская Сомали. К началу войны Италия сосредоточила в Восточной Африке немалые силы, около 290 тысяч человек. Правда, собственных итальянцев среди них было лишь 70 тысяч. Остальные представители народов Африки. Боеспособность частей, набранных из сомалийцев, эфиопов и эритрейцев, была ниже, чем у регулярной итальянской армии, которая, как мы успели убедиться, и сама не блистала особой выучкой. Правда, у англичан ситуация была еще хуже. Их контингент в Восточной Африке насчитывал лишь около 30 тысяч человек на 3 больших колонии. Танков и противотанковой артиллерии не было вовсе. Воздушный флот состоял из 65 самолетов. Итальянцы не применули воспользоваться подавляющим численным превосходством и в июне 1940 года развернули наступление сразу по нескольким направлениям. К осени им удалось выбить противника из Сомали и захватить несколько приграничных городов в Кении и Судане. Муссолини торжествовал, хотя на самом деле все складывалось не так уж и радужно. Герцог Савойский, имевший, в отличие от Дуччи, неплохое военное образование, мог оценить свои перспективы реалистичнее. Я слишком хорошо помнил уроки в неапольской военной школе и слишком хорошо знал упрямство и гордость англичан, чтобы разделять энтузиазм Муссолини. Зря этот журналист возомнил себя генералом. В Оксфорде таких называли «мистер-умник». Судьба компании решалась на севере и зависела не от меня, а от Грациани. Когда он не смог захватить Египет, поражение в Восточной Африке стало вопросом времени. Так как попытка войск Грациани пробиться к Суэцкому каналу провалилась, герцог Савойский и его войска оказались в ловушке. Группировка в Восточной Африке лишилась главной линии снабжения. Итальянцы утратили инициативу и пришли к обороне. Англичане сделали ставку на местных жителей. Эфиопия, ведь, как мы помним, была захвачена Италией незадолго до начала Второй мировой войны, поэтому освободительное движение в ней еще не было подавлено до конца. В Судан прибыл бывший император Эфиопии Хайли Силаси, который возглавил воссозданную под контролем британцев эфиопскую армию. Желающих сражаться за освобождение родной страны под руководством законного императора было больше, чем желающих воевать на стороне захватчиков итальянцев. Кроме того, британское командование перебрасывало в регион подразделения из Австралии, Южной Африки и Индии. К концу 40-го баланс сил изменился. У итальянцев больше не было подавляющего преимущества. Их армия была измотана постоянными рейдами партизан. Поэтому, когда в январе 41-го англичане начали крупное наступление в Восточной Африке, оказать им сопротивление войска Амадея не смогли. Восточно-Африканская кампания – это прекрасная иллюстрация, почему война называется мировой. С севера наступали подразделения свободной Франции, с запада входила армия Эфиопии, на юге англичан поддерживали войска бельгийского Конго, а кроме того, против фашистов сражались кенийцы, суданцы, египтяне и представители многих других народов и национальностей. В апреле была освобождена столица Эфиопии – Адисабеба. В мае был взят в плен губернатор Амадей. Меньше, чем через год он умрет в лагере для военнопленных от туберкулеза и малярии. К ноябрю 41-го итальянские войска в этом регионе были окончательно разгромлены. Восточно-африканскую кампанию Италии было уже не спасти. Весной 41-го на других направлениях на помощь Муссолини пришел вермахт. Ситуация стала развиваться в соответствии с анекдотом, который к тому времени уже много месяцев ходил по коридорам Берлинской рейхсканцелярии. Дескать, Гитлеру докладывают «Мой фюрер, итальянцы вступили в войну». «Не страшно, выставляйте против них дивизию». «Крепитесь, мой фюрер, итальянцы на нашей стране». «Черт побери, срочно высылайте на помощь целую армию». Гитлер не мог допустить окончательной военной катастрофы Италии. Она грозила ему потерей позиции во всем Средиземноморье. В апреле 41-го года вермахт начал вторжение в Грецию. Ну а в Ливию для спасения ситуации вместе со специально созданным немецким африканским корпусом прибыл человек, который должен был продемонстрировать и британцам, и итальянцам всю силу германской военной мысли. Генерал-лейтенант Эрвин Роммель. Роммель, как и большинство генералов вермахта, был ветераном Первой мировой войны. Тогда он командовал пехотным взводом. В 37-м году Роммель написал ставший классическим труд по теории пехотных атак. А вот опыта управления механизированными частями у него не было. Однако в феврале 40-го он был назначен командующим 7-й танковой дивизии на Западном фронте. Вскоре предстояла битва за Францию, которую должны были выиграть именно танки. И назначение командующим танковой дивизии пехотного генерала выглядит странно. Видимо, сыграла свою роль близость Роммеля к Гитлеру. Второй мировой он встретил в должности коменданта штаб-квартиры фюрера. А тот, как часто бывает с диктаторами, особенно благоволил людям, с которыми работал лично. И Роммель оправдал его надежды. Во Франции его 7-я танковая дивизия вскоре стала известна как дивизия призрак. Танки Роммеля внезапно появлялись во французском тылу и из ниоткуда и громили противника, а потом исчезали. Впечатляющие маневры прославили Роммеля, однако была и другая причина называть его дивизию призрачной. Не только французы и англичане не знали где ожидать Роммеля, этого не знали порой и его командиры. Бывали моменты, когда никто не понимал где он находится. Роммель пропадал со связи. Стараясь лично контролировать все детали операции, он не вылезал с передовой. Роммель был блестящим тактиком, но начальство считало его большим авантюристом. И действительно, если бы французы были более расторопны, его дивизия призрак легко могла бы угодить в котел. Тем не менее, в ходе французской кампании авантюризм Роммеля из раза в раз оправдывался. В мае сорокового года его войска одними из первых В общем, если бы не личное участие Гитлера в его судьбе, неизвестно, смог бы Роммель получить под командование целый корпус. Например, против его кандидатуры выступал главнокомандующий сухопутных сил вермахта Вальтер фон Браухич, считавший Роммеля неспособным командовать крупным воинским формированием. Однако Роммелю понадобилось совсем немного времени в Африке, чтобы разубедить скептиков. Появление Роммеля в Африке было триумфальным. Британское командование пребывало в эйфории после неожиданно легкой победы над итальянскими войсками и отнеслось легкомысленно к появлению на фронте намного более серьезного противника. В конце марта сорок первого года, практически без подготовки, Роммель нанес удар в район деревни Эль-Агейла, где располагались передовые отряды британцев. Ему удалось захватить Эль-Агейлу практически без боя. Англичане были застигнуты врасплох. Целая танковая бригада была уничтожена полностью. И, что тоже очень важно, в условиях войны в пустыне Роммель получил в свое распоряжение источники пресной воды, находившиеся в Эль-Агейле. Теперь уже англичане столкнулись с необходимостью стремительно отступать. 4 апреля они оставили Бенгази. 10 апреля немцы вышли к Табруку, окружили этот хорошо укрепленный город и устремились дальше. Роммель действовал по методичкам Блицкрига. Не закреплялся на захваченных позициях, а немедленно бросал в прорыв свои танки, преследуя деморализованного противника. Меньше чем через месяц немецкого наступления англичане были отброшены туда, откуда они начинали кампанию, в Египет. Судьба всей африканской кампании висела на волоске. Англичане теряли больше людей и военной техники, чем немцы и итальянцы. Порт Табрук, единственный город под контролем союзников в Ливии, находился в итало-немецкой блокаде. Несколько попыток разблокировать Табрук провалились. Но Роммель, пройдя за короткий срок огромное расстояние, столкнулся со всеми прелестями войны в пустыне. Необходимостью обеспечивать танки топливом, а людей продовольствием и водой, отбивая при этом вылазки британцев. Продвижение немцев к лету 41-го года остановилось. Если бы у Роммеля было больше войск и ресурсов, он мог бы сходу захватить весь Египет, включая Суэцкий канал. Но больше войск ему не дали, потому что Гитлер готовился к главному сражению своей жизни — нападению на СССР. Проблемы Роммеля в Северной Африке были для него в тот момент делом второстепенным. В боевых действиях в пустыне наступила пауза. В июле 41-го года британцы сменили командующего войсками. Место Уэйвелла занял генерал Клод Окинлек. Он должен был готовить контрнаступление, но оказался буквально загипнотизирован Роммелем и его успехами. Окинлек начал свою карьеру в Северной Африке с очень странного приказа, в котором запретил даже упоминать фамилию Роммеля. Я хочу, чтобы вы всеми возможными способами развеяли представление, что Роммель является чем-то большим, чем обычный германский генерал. Для этого представляется важным не называть имя Роммеля, когда мы говорим о противнике в Ливии. Мы должны упоминать немцев или страны ОСИ или противника, но ни в коем случае не заострять внимание на Роммеле. В результате Окинлик из-за своего столь странного отношения к военачальнику противника медлил с началом операции. Восхищался Роммелем и Черчилль, который отзывался о нем так. Мы имеем перед собой весьма опытного и храброго противника и должен признаться великого полководца. К счастью, в случае с Черчиллем это восхищение имело позитивный эффект. Британский премьер всерьез опасался, что Роммель прорвется к Суэцу, поэтому усиливал египетскую группировку и требовал от Окинлика все-таки перейти в контрнаступление и не только деблокировать Табрук, но и освободить весь северо-восток Ливии. Осуществить операцию Крестоносец должна была созданная незадолго до этих событий 8-я армия, командиром которой Окинлик назначил генерал-лейтенанта Каннингема. Она насчитывала 118 тысяч человек. У Роммеля и его итальянских союзников солдат было примерно столько же, а вот танков, орудий и самолетов намного меньше. Основные силы англичан и немцев с итальянцами сошлись в битве у города Сидирезик примерно на половине пути от египетской границы до Табрука. В упорных боях, продолжавшихся несколько дней, вверх постепенно начали брать войска Каннингема. Пытаясь переломить ситуацию, Роммель задумал дерзкий рейд по британским тылам. 25-26 ноября его танки совершили марш-бросок на сотни километров, уничтожая склады и запасы топлива. План почти сработал. Каннингем был готов отдать приказ об отступлении, но вовремя подоспевший к месту сражения Окинлик приказал ввести в бой все резервы и стоять до конца, а Каннингема он снял с командования. Одновременно навстречу своим начал прорываться гарнизон Табрука. Это окончательно склонило чашу весов на сторону британцев. Немецко-итальянские войска отступили на запад и к концу ноября Табрук был освобожден. В течение нескольких следующих недель капитулировали все крепости вплоть до египетской границы. Операция «Крестоносец» завершилась к концу декабря 41-го года полным успехом. Германская и итальянская армии были отброшены из северо-восточной Ливии и понесли ощутимые потери. Операция «Крестоносец» совпала по времени с контрнаступлением советских войск под Москвой. Вермахт впервые в своей истории потерпел поражение причем в двух битвах одновременно в Ледяной России и в раскаленной Африке. В те декабрьские дни случилось еще одно событие, приблизившее окончательную победу над нацизмом. 7 декабря 1941 года японские авианосцы нанесли удар по американской военной базе Перл-Харбор на Гавайи. США вступили в мировую войну на стороне СССР и Великобритании. На англо-американских переговорах была принята стратегия, которую обычно называют «сначала Германия». Имелось в виду, что первостепенной целью в глобальной войне против стран оси является уничтожение гитлеровского режима. Американский план европейской войны был простым и очевидным. Нужно высадиться во Франции и двигаться прямо на Берлин. Через Францию проходит кратчайший путь в сердце Германии, говорил Джордж Маршал, начальник штаба армии США. Немецкая столица находилась в 900 километрах от побережья и путь туда пролегал через разветвленную дорожную систему и ключевые промышленные центры Рейха. Военная наука подсказывала американским генералам, что идти нужно именно туда и как можно быстрее. Но Черчилль воевал против Германии уже почти два года и имел свое мнение по этому поводу. Крупную десантную операцию он, чудом спасший свою армию из Дюнкерка, считал на тот момент невозможной. Неизбежное катастрофическое поражение союзников на французском побережье, по мнению Черчилля, было единственным способом, которым союзники могли бы проиграть войну. Британский премьер считал, что сковывая гитлеровскую Европу в кольцо окружения, ведя войну на периферии, можно добиться не меньших успехов. Германия будет вынуждена распылять свои силы, а затем неминуемо начнет сыпаться под ударами освободительного движения покоренных народов. И вот тогда истощенный рейх можно будет добить без лишних рисков. Черчилль предложил Африку в качестве второго фронта борьбы с гитлеровским режимом. Обозначая каждую точку на карте ударами своей легендарной сигары, Черчилль отмечал преимущество вторжения в Африку. Оккупация Марокко, Алжира и Туниса могла бы загнать в ловушку африканский корпус между новыми англо-американскими силами и британской 8-й армией, сражающейся с Роммелем в Египте. Контроль над Северной Африкой сохранит для союзников Суэцкий канал, облегчит доставку грузов по Средиземному морю, вторжение в Африку потребует меньше сил, американские солдаты получат ценный боевой опыт, а французские и итальянские колонии будут вырваны из рук Гитлера. В общем, Африка проще и выгоднее, чем Европа. Вот настоящий второй фронт 42-го года, уговаривал британский премьер американского президента, намекая на требование Сталина открыть второй фронт именно во Франции. Но американские генералы категорически не соглашались с предложениями Черчилля. В Вашингтоне подозревали, что африканская компания была направлена на продвижение имперских амбиций Лондона, а не на быструю победу в войне. То был самый серьезный кризис военного союза США и Великобритании. Казалось, что вот-вот американцы вообще откажутся от принципа сначала Германия и переключатся насначала Японию. Африка казалась им потерей драгоценного времени. Разрешить этот спор англосаксов между собой пришлось немцу Роммелю. Май 42-го года время для союзников крайне неудачное. На Восточном фронте немцы выбили Красную армию из Крыма и нанесли советским войскам тяжелое поражение под Харьковом. Японцы успешно наступали в Бирме, а также всерьез угрожали австралийским островным владением. В Северной Африке вроде бы все было благополучнее. В результате операции Крестоносец в конце 1941 года почти вся Северо-Восточная Ливия была освобождена от гитлеровцев. Но в январе Роммель неожиданным контр-ударом отбил у англичан город Бенгази, после чего получил повышение до звания генерал-полковника и стал командующим танковой армии Африка. На несколько месяцев линия фронта стабилизировалась по так называемой линии Газала от деревни Эль-Газал на побережье до города Бирхакейм в 80 километрах южнее. Вдоль этой линии английские войска возвели сеть укрепленных оборонительных пунктов. Но вскоре катастрофа случилась и тут. Британцы готовились к следующему наступлению и наращивали свою африканскую группировку. По количеству солдат силы были равны. Обе стороны имели примерно по 130 тысяч человек. Зато заработал в полную силу ленд-лиз и к побережью Африки потянулись транспортники с американскими танками, орудиями и грузовиками. Черчилль снова давил на Окинлика, требуя наступать как можно быстрее, но тот по-прежнему медлил и планировал начать операцию в июне. Роммель оказался проворнее. Разработанный им план операции, получивший название Тезей, был похож на маневр англичан во время их операции «Крестоносец». Два итальянских пехотных корпуса изображали главный удар вдоль берега моря, двигаясь в сторону Газалы. В это время бронетанковый кулак немецкого корпуса обходил бир-хоккеем с юга и неожиданно появился в тылу 8-й армии. Любимый прием лиса пустыни еще со времен французской кампании. Чтобы заставить британцев поверить в то, что все гитлеровцы идут вдоль моря, Роммель приказал поставить авиационные двигатели на грузовики. В час икс они должны были включиться, поднимая рев и тучи песка, изображая массированную танковую атаку. 26 мая операция Тезей началась. План Роммеля сработал. Он смог обмануть англичан и застать их врасплох. Хотя и не обошлось без сюрпризов для него самого. Все-таки хотел именно к югу от Бир-Хоккейма. Так что африканский корпус, обойдя этот город, неожиданно для себя обнаружил в тылу противника бронетанковую дивизию, укомплектованную американскими танками Грант. Раньше гитлеровцы с ними не встречались и быстро выяснили, что Гранты как минимум не уступают их машинам Т-3. К концу второго дня операции африканский корпус потерял треть своих танков. Дело могло закончиться печально для гитлеровцев, но на помощь Ромелю пришла авиация. 28-29 мая самолеты Люфтваффе совершили 1400 вылетов и обрушили шквал бомб на танки союзников, заставив тех отступить. Немецкие войска продолжили движение в британский тыл. В районе Бир-Хоккейма в котел попала пехотная бригада группы свободной Франции. Впервые с 1940 года французские солдаты встретились на поле боя с нацистами. Они героически оброняли город от превосходящих сил противника вплоть до 11 июня, а затем смогли с боями прорваться из окружения. Битва при Бир-Хоккейме имела очень важное значение для французов, живших при коллаборационистском режиме Виши. Она показала, что настоящая Франция не сломлена и продолжает сражаться. Но все-таки победа в операции ТЗ осталась за немцами. Они прорвали фронт и на севере, и на юге, и к 12 июня линия Газала оказалась в их руках. Британцы понесли большие потери. Деморализованные и разбитые части 8-й армии покатились на восток, преследуемые по пятам вермахтом. Своё отступление британцы иронично назвали Газала-голоп. 18 июня гитлеровцы вышли к Табруку, а уже 21 числа его гарнизон капитулировал. 33 тысячи человек сдались в плен. Черчилль потом писал, что это был один из тяжелейших ударов за всю войну. Войска Ромеля ворвались в Египет, захватили несколько городов на побережье и 30 июня вышли к Эль-Аламейну, последнему рубежу обороны на пути к Дельте Нила и Суэцкому каналу. Для стран оси операция Тезей стала еще одним крупным успехом триумфальной весенней кампании 42-го года. Ромель превратился в национального героя и получил ферендмаршальский жезл. Теперь на пути победоносной машины вермахта стояли два города, которые ей предстояло взять Сталинград в России и Эль-Аламейн в Египте. Велика Африка, а отступать некуда, позади Каир. Что-то похожее мог сказать Уинстон Черчилль американскому президенту Рузвельту 21 июня 42-го года. В тот день оба находились в Белом доме и там узнали о падении Табрука и стремительном продвижении немцев в Египет. Успех Ромеля и более чем вероятная потеря Суэцкого канала а вслед за ним и Палестины обеспокоила Рузвельта. Споры о том, где открывать второй фронт прекратились. Рузвельт вызвал своих помощников в Белый дом и объявил, что поскольку он является главнокомандующим, его решение окончательное. Северная Африка станет главной целью американской армии. Наступление там должно начаться незамедлительно. Рузвельт впервые принял решение, противоречащее желаниям его генералов и адмиралов и взял на себя огромную ответственность. Провал в Африке означал бы теперь персональный провал Рузвельта. А от провала союзников отделял только Эль-Аламейн, небольшой город на севере Египта. До Александрии, второго по величине города страны, от Эль-Аламейна 100 километров, до столицы Каира 200, до Суэцкого канала чуть более 300. Для немецких танков это не расстояние. К счастью, для союзников Эль-Аламейн был очень удачным местом с точки зрения организации обороны. С севера от него было Согдеземное море, а с юга впадина Катара. Море зыбучих песков, непроходимых для механизированных сил. Обойти британские позиции было невозможно, только штурмовать их в лоб. Уже 30 июня, едва подойдя к городу, Ромель попытался атаковать сходу 8-ю армию, которой теперь командовал лично Окинг. Но его войска были измотаны предшествующими сражениями и длительным переходом по пустыне. Катастрофически не хватало танков. Английская авиация господствовала в воздухе. Люфтваффе еще не успела перебазировать свои самолеты в район Эль-Аламейна. Наступление быстро захлебнулось. Англичане контратаковали, но безуспешно. Обе армии понесли ощутимые потери, и к концу июля линия фронта стабилизировалась. В августе в свои войска приехал Уинстон Черчилль. Он привез с собой сразу несколько новостей. Первый из них о скором подкреплении. В Египет перебрасывали две бронетанковые и две пехотные дивизии. Из США шли корабли с новенькими танками Грант и Шерман. Через несколько месяцев численность британских войск в Африке превысят 200 тысяч человек. Вторая новость о смене командования. Главкомом на Среднем Востоке вместо Окинлика стал Харальд Александр. А восьмую армию возглавил генерал-лейтенант Бернард Монтгомери. Монтгомери был верным солдатом его величества. Военным до мозга костей. Он прошел все ступеньки карьерной лестницы от курсанта до генерала, не пропуская ни одной. Воевал в Первой мировой и был тяжело ранен. Настолько тяжело, что его сочли мертвым и даже выкопали для него могилу. Но он выжил и вернулся еще до конца войны. Во время Второй мировой Монтгомери, уже генерал-майор, воевал в Бельгии и прикрывал эвакуацию союзников из Дюнкерка. Монтгомери был человеком суровым и прямолинейным. Он не очень ладил с начальством и политиками. Единственным исключением был Черчилль, с которым генерал дружил. Монтгомери был беспощаден к своим офицерам, предъявляя очень жесткие требования к их физической подготовке. Вот рядовых солдат он любил и всегда старался беречь. Монтгомери иногда упрекали в медлительности и осторожности, но это все проистекало из-за его желания так спланировать любую операцию, чтобы сохранить как можно больше жизни своих бойцов. Он много общался с солдатами лично, награждал отличившихся. Конечно, солдаты боготворили своего нового командира. Боевой дух 8-й армии, пошатнувшийся после серии поражений, начал восстанавливаться. У Ромеля дела шли не так хорошо. По численности личного состава и техники его войска теперь уступали войскам союзников. Снабжение африканской группировки шло по остаточному принципу. К концу августа вермахт подошел вплотную к окраинам Сталинграда и фюрера полностью занимала битва за этот волжский город. В довершении всех бед сам Ромель серьезно заболел, подхватив дизентерию. Но, несмотря на все это, в конце концов немцы предприняли еще одну попытку взять Эль-Аламейн штурмом. План Ромеля был примерно такой же, как и во время наступления на линию Газала. Прорвать оборону британцев на юге, обойти противника и ударить в тыл. Но к этому на этот раз англичане оказались готовы. Гитлеровцы напоролись на минные поля, за которыми их ждали свежие английские резервы. Бои длились несколько дней, после чего Ромель отдал приказ об отходе на изначальные позиции. Это была последняя наступательная операция стран оси в Африке. Уинстон Черчилль напишет позже в своем монументальном труде про Вторую мировую войну. До Эль-Аламейна мы не одержали ни одной победы. После Эль-Аламейна мы не потерпели ни одного поражения. Осенью 1942 года инициатива перешла к британцам. Немцы больше не готовились идти к Суэцкому каналу. Наоборот, они готовились отражать атаки союзников. Вдоль фронта были протянуты минные поля и противотанковые заграждения. На первой линии обороны стояли итальянские пехотные части. В глубине немецкие танковые части, призванные ликвидировать возможные прорывы. Страдавший от последствий дизентерии Роммель улетел на речение в Австрию. В его отсутствие Монгомери начал свое наступление. Вечером 23 октября 1942 года вся мощь британской группировки обрушилась на гитлеровцев. Тем удалось сдержать первый натиск, однако немецкая и итальянская армия понесли большие потери, которые им нечем было восполнить. Почти все танки были повреждены или уничтожены, заканчивались топливо и боеприпасы. Несколько транспортников, отправленных на помощь Роммелю, потопил Королевский флот. Роммель, экстренно прервав свой отпуск и вернувшись в Египет, в письме жене оценил ситуацию так. Дорогая на самые самые трудные, какие только могут выпасть на долю человека. Счастливы, мертвые, для них все это закончилось. Британцы, наоборот, предвкушали победу. Начальник британского штаба, генерал Аллен Фрэнсис Брук, говорил о настроении Черчилля. Премьер в восторге. Он намерен приказать бить в церковные колокола. Колокола зазвонили 4 ноября, когда оборона гитлеровцев была прорвана. Возникла угроза окружения всей немецкой группировки. Но Гитлер запретил отступление и требовал Олдфильдмаршала держать позиции до последнего солдата. Несколькими неделями позже он предъявит такое же требование другому военачальнику Паулюсу, который окажется в советском котле под Сталинградом. И тот послушается, погубив свою 6-ю армию. Роммель же проявил самостоятельность и отдал приказ об отходе из Египта. Ход североафриканской кампании вновь перевернулся на 180 градусов. Теперь уже немецкие и итальянские части покатились на запад, а по их следам шли английские войска, освобождая город за городом. 13 ноября они вернули себе Табрук. 20 ноября Бенгази. 23 января 43-го года армия Монтгомери вошла в Триполи, столицу Ливии. Немцы отступили еще дальше на запад, в Тунис. Победа в битве за Эль-Аламейн вызвала воодушевление во всей Великобритании и быстро стала одним из главных национальных мифов. Но Черчилль предостерегался отечественников фотоэйфории. Это еще не конец, говорил он. Это даже не начало конца, но возможно это конец начала. Положение Роммеля усугублялось далеко не только успехами англичан под Эль-Аламейном. В довершении всех бед у него в тылу высадился десант союзников. Мы с вами оставили президента Рузвельта в тот момент, когда он вопреки мнению своих генералов отдал приказ готовить высадку в Африке. Операция «Факел» была разработана в очень короткие сроки. Подготовка началась летом, а уже к концу октября 50 тысяч американских и 23 тысяч британских солдат были готовы появиться на африканском побережье. Штаб союзных войск возглавил генерал Дуайт Эйзенхауэр. В отличие от своих коллег Роммеля и Монтгомери, он еще ни разу не участвовал в настоящих военных операциях. На Первую мировую Эйзенхауэр попасть не успел. После нее работал на штабных должностях и преподавал в военных академиях. Впервые понюхать пороху ему пришлось в битве за Африку. Эйзенхауэр разделил свои войска на три группы. На рассвете 8 ноября 42-го года началась их одновременная высадка в Марокко и Алжире, находившихся под контролем Вишинской Франции сателлита Германии. Главный вопрос, который вставал перед командованием англо-американских войск, будут ли сопротивляться французы. У них были в Северной Африке очень внушительные силы, до 200 тысяч человек. При желании французы вполне могли сбросить десант союзников обратно в море. Перед выездкой американцы провели тайные переговоры как с представителями официальной Вишинской администрации, так и с членами французского сопротивления. Они пообещали, что солдаты союзников не будут стрелять, если огонь по ним не откроют французы. Тем не менее, в некоторых местах французы оказали сопротивление, причем довольно упорное. Например, отбили первую попытку высадиться в городе Аран в Марокко. Союзники потеряли там более 600 человек. Гарнизон Арана капитулировал лишь 10 ноября. Однако, большого желания умирать ради спасения гитлеровской армии, французские солдаты все-таки не испытывали. За три дня Марокко и Алжир перешли под контроль союзников. Гитлер был взбешен столь пассивным поведением своего сателлита и 11 ноября 42-го года отдал приказ о захвате всей Южной Франции. Вишистский режим был заменен прямой нацистской оккупацией. Ну а союзники, захватив Африканский берег, форсированным маршем через заснеженные Атласские горы двинулись навстречу 8-й британской армии, гнавшей немцев от Эль-Аламейна. Близилась развязка всей североафриканской кампании. Победа в Африке и во всей Второй мировой войне ковалась не только на поле боя, не только на оборонных заводах и в кабинетах военачальников. Внесли свой вклад в разгром нацизма и люди, работавшие в небольшом особняке в тихой английской провинции за тысячи километров от линии фронта. В Блэчли-парк, расположенный между Кембриджем и Оксфордом, в начале войны была перевезена правительственная школа кодов и шифров, сверхсекретная организация, занимавшаяся взломом немецких сообщений. Вообще, криптоанализ шифрованных Дипеш использовали обе стороны. Первые успехи немцев в Египте были частично связаны с дешифровкой сообщений, который американский военный Аташе отправлял в Вашингтон, используя так называемый «черный код» госсепартамента США. Наш маленький друг, как его называли в Берлине, предоставлял, того не ведая, Ромелю самые подробные сведения о перемещении британских войск. Еще в сентябре 41-го года итальянцы сумели выкрасть американскую кодовую книгу и передали ее союзникам в Германию. Итальянские шифровальщики были так хороши, что перехватывали почти все радиошифрованные сигналы британской разведки. Впрочем, британцы смогли исправить изъяны своих шифров, а «черный код» в итоге перестал использоваться. Ну а немцы подходили к вопросу секретности более основательно. Для передачи зашифрованных сообщений они использовали специальные механико-электрические устройства, отдаленно напоминающие обычные печатные машинки. Энигмы. Изначально Энигмы не были военным изобретением. В 20-е годы, когда эта машина появилась на свет, она свободно продавалась в магазинах. Еще до прихода нацистов к власти германская армия положила на Энигму глаз и решила использовать для своих целей. Устройство было серьезно доработано и считалось, что зашифрованные Энигмы сообщения прочитать постороннему человеку никак невозможно. Но оказалось, что это не так. В 30-е годы польские математики работали над взломом кода Энигмы и продвинулись довольно далеко. Незадолго до начала войны они передали свои наработки союзникам, и работа продолжилась уже в Блечли-парке. Основной вклад в эту работу внес молодой профессор логики из Кембриджского университета Алан Тьюринг. Развивая идеи польских коллег, он создал дешифровщик для Энигмы, так называемую бомбу Тьюринга. Бомба Тьюринга позволила прочитать огромное количество радиосообщений стран оси. Во второй половине 1941 года британцы ежемесячно перехватывали 30 тысяч депеш, отправленных с помощью Энигмы. Вплоть до самого конца войны немцы не подозревали, что их система шифрования взломана и продолжали ей пользоваться. Более того, человечество узнало про успех сотрудников Блечли-парка только в середине 70-х годов. До тех пор все документы об их деятельности оставались засекреченными, а некоторые материалы не опубликованы до сих пор. Дешифровка Энигмы сыграла очень важную роль в североафриканской кампании. Командующий 8-й британской армии генерал Бернард Монтгомери любил возить в своем фургоне фотографию Роммеля, изображая, будто читает мысли немецкого фельдмаршала. На самом деле он просто читал расшифрованные сообщения немцев. Благодаря Тьюрингу и его коллегам союзники были уверены, что гитлеровцы ничего не подозревают об их операции «Факел». А также знали морфруты, объемы и время поставок стран оси через Средиземное море и могли атаковать вражеские транспортники. Атаки их были так успешны, что немцы предполагали, будто в Средиземном море действует по меньшей мере около 400 подлодок союзников. На самом деле их было всего пара десятков, а порой вообще всего три. Так, всего лишь несколько сотен математиков и дешифровщиков смогли заменить собой огромный флот. Судьба самого Тюринга оказалась трагической. В 1952 году он был обвинен в непристойном поведении. Так по тогдашним законам Великобритании называлась любая гомосексуальная связь. Человеку, расшифровавшему код Энигмы, предложили на выбор химическую кастрацию или отправку в тюрьму. Он выбрал химическую кастрацию и принудительные инъекции гормональных препаратов привели к серьезным проблемам со здоровьем. 8 июня 1954 года ученый был найден мертвым в своей квартире. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление цианидом. Ему был всего 41 год. У исследователей до сих пор нет единого мнения о том, была ли смерть Тюринга самоубийством или несчастным случаем. Лишь в 21 веке Алан Тюринг был помилован, а британское правительство принесло официальные извинения за абсурдное преследование ученого, закончившейся трагедией. Именем Тюринга теперь называются не только сделанные им научные открытия, но еще и закон, позволяющий оправдывать мужчин, обвиненных в непристойном поведении в годы действия гомофобных законов в Великобритании. Победа под Эль-Аламейном и успешная операция «Факел» еще не означали окончательной победы союзников в Северной Африке. Предстояло освободить Тунис, что было не такой простой задачей. Тунис был очень удачным местом для организации длительной обороны. С запада его прикрывали Атласские горы, через которые существовало лишь несколько перевалов. С севера и востока находилось Средиземное море. На юге и юго-востоке была выстроена хорошо укрепленная полоса обороны – линия Марет. Да и снабжение войск в Тунисе нацистам организовать было легче, чем в Египте и в Ливии. До берега итальянской Сицилии кораблям и самолетам нужно было преодолевать всего несколько сотен километров. По мнению Гитлера, Тунис мог держаться неограниченно долго, пока он спасает сбуксовавшую русскую кампанию, где на рубеже 42-го и 43-го годов как раз разыгрывался последний акт эпической сталинградской драмы. Роммель с этим планом не соглашался. По его мнению, североафриканская кампания была безнадежно проиграна, а войска оси с континента нужно было эвакуировать и отправить на Восточный фронт, где решалась судьба всей войны. Тунис же с военной точки зрения был абсолютно бесполезен. Там не было ни промышленности, ни ресурсов. К счастью для нас, фюрер не прислушался к мнению своего фельдмаршала. Уйти из Африки для него означало бы признать поражение. Политические соображения взяли вверх над военной логикой. Пока армия Африка Роммеля уносила ноги из Египта и Ливии, а союзники еще только подходили к Катласским горам, в Тунис были переброшены довольно внушительные силы. Три немецкие дивизии и две итальянские. Переброска шла в том числе и по воздуху. И это в тот момент, когда умирающую в Сталинградском котле шестую армию пытались снабжать с помощью воздушного моста. И на счету был без преувеличения каждый транспортный самолет. Свежесозданной тунисской группировки немцев и итальянцев удалось отбить первую попытку союзников прорваться со стороны Алжира и остановить так называемую гонку к Тунису. В боях на горных перевалах в ноябре и декабре 42-го года американские и британские войска потеряли несколько десятков тысяч человек, но не смогли сломить сопротивление противника. Обе стороны активно наращивали свои войска, готовясь к решающим схваткам. Большой помощью для союзников стал переход на их сторону французских войск, расположенных в Северной Африке. К этому времени нацисты ликвидировали марионеточный режим Виши и полностью оккупировали всю Францию, так что у французской колониальной армии просто не оставалось выбора не переходить же им на службу к Гитлеру. Немцы тоже продолжали перебрасывать в Тунис подкрепления, а к концу января с юго-востока подошли войска Роммеля, отступившие из Ливии под натиском англичан. После этого все немецкие и итальянские части, расположенные в Тунисе, были объединены в группу армий Африка во главе с Роммелем. Роммель пытался контратаковать союзников. Первый раз успешно. В середине февраля в битве за перевал Кассерин он нанес поражение американским войскам, не позволив тем разрезать тунисскую группировку оси на две части. Вторая контратака получилась намного менее удачной. В начале марта Роммель попытался опрокинуть позиции армии Монтгомери на юге, но подавляющее преимущество англичан в артиллерии свело его старания на нет. Потеряв за один день 55 танков, немцы были вынуждены отступить и укрыться за линией Марет. После этого поражения Роммель окончательно утратил веру в победу в битве за Тунис. 9 марта он улетел в Ставку Гитлера, чтобы убедить его все-таки эвакуировать армию из Африки, но Фюрер вновь ответил категорическим отказом, а также отстранил Роммеля от командования. Его место во главе группы армии Африка занял генерал фон Арним. Месяцем позже с Гитлером встретился Муссолини. Итальянский диктатор был подавлен неудачами и настаивал, что с Советским Союзом нужно срочно заключать перемирие и сосредоточиться на разгроме союзников в Африке, поскольку они уже напрямую угрожают непосредственно Италии. Но Гитлер отверг эту идею. Вместо этого он призвал Муссолини мобилизовать все его силы для обороны Туниса, который защищал Италию и остальную Южную Европу, которую нужно удерживать с любой ценой. Дела у группы армии Африка шли все хуже и хуже. Монтгомери смог обойти линию Марец с юга и эту полосу обороны немцам пришлось оставить. Американские и британские самолеты захватили абсолютное господство в воздухе и сбивали транспортники, курсирующие между Тунисом и Сицилией. Кольцо вокруг войск фон Арнима постепенно сжималось. Решающее сражение началось в первые дни мая 43-го года. Немецко-итальянским войскам помогала сама природа. Вот как описывал Черчилль диспозицию. Особый характер местности плоские степи, зубчатые скалы, каждую из которых легко превратить в крепость, все это способствует обороне противника и задерживает наше продвижение. Но силы были слишком неравны. Союзники пробили брешь в обороне гитлеровцев и 7 мая их танки вошли в город Тунис. После этого остатки войск оси в Африке капитулированы. Около 250 тысяч человек сдались в плен. Некоторые подразделения вермахта сражались до последнего патрона, даже оставшись в полном окружении. Одним из последних сложил оружие африканский корпус, которым когда-то командовал Эрвин Роммель. Последняя телеграмма, отправленная из его штаба, была такой. Боеприпасы израсходованы, военная техника уничтожена. В соответствии с приказом немецкий африканский корпус сражался до потери боевой готовности. Немецкий африканский корпус должен возродиться. Роммель капитуляции своего корпуса не увидел. Он просил Гитлера позволить ему разделить судьбу подчиненных, но тот был неумолим. Он не желал повторения позора Сталинграда. Одного фельдмаршала Паульса уже взяли в плен. Нельзя было рисковать вторым Роммелем. Эрвин Роммель будет отправлен на Западный фронт сражаться против союзников в Италии и Франции. В июле 44-го года он получит тяжелое ранение. В том же месяце офицеры вермахта совершат неудачное покушение на Гитлера. Роммель непосредственно участия в заговоре не принимал, но симпатизировал его участникам. Фюрер предложит ему выбор между трибуналом и самоубийством. В октябре 44-го года легендарный лист пустыни примется анистой калий. Нацистская пропаганда объявит гражданам, что Роммель умер от последствий ранения. Его похоронят со всеми почестями. Ну а африканская кампания была закончена без Роммеля. 8 мая 43-го года Сталин направил телеграмму Уинстону Черчиллю. Поздравляю вас и доблестные британские и американские войска с блестящей победой, приведшей к освобождению Безерты и Туниса от гитлеровской тирании. Желаю вам дальнейших успехов. До окончательной победы над нацизмом оставалось ровно два года. По меркам Великой Отечественной войны вся африканская кампания может показаться несущественной. В ее ключевом событии сражении при Эль-Аламейне участвовали 350 тысяч человек и 2 тысячи танков с обеих сторон. Для сравнения, только на сталинградском направлении в это же время находились более одного миллиона солдат оси, а ведь бои шли еще и под Ленинградом, Ржевом и на Кавказе. Однако мы говорим о мировой войне. Войне, в которой все события взаимосвязаны и напрямую влияют друг на друга. Даже если они происходят на разных континентах. Если бы британцы не сковали боями африканский корпус Роммеля, он мог бы появиться под Москвой или Ленинградом, переломив ход этих сражений. Если бы Гитлеру не приходилось усиливать группировку в Тунисе, то под Сталинградом фланги армии Паулюса защищали бы не румынские войска, разбежавшиеся при виде советских танков, а кадровые части вермахта. Если бы сотни тысяч немецких и итальянских солдат они бы принесли смерть и разрушение в другие земли. И таких если бы можно перечислить еще много. В Африке Гитлер потерял целый материк. Его войска там были уничтожены, а все итальянские колонии перешли под контроль США и Великобритании. Он больше не мог рассчитывать на захват Суэцкого канала и ближневосточных нефтяных месторождений. Вишистская Франция де-факто прекратила свое существование. Важнейший союзник Гитлера Италия оказалась на грани полной катастрофы. Шансы привлечь на сторону нацистов Испанию и Турцию испарились. А вот противостояли теперь Гитлеру не отдельные страны, а сплоченный и закаленный в огне союз, объединенные нации. Именно в пустынях Африки американцы, англичане и французы учились побеждать вместе. В боях за Египет и Тунис получали бесценный опыт командующей, которым потом предстоит освобождать Европу Дуайт Эйзенхауэр, Бернард Монтгомель. Выставка десанта в Марокко и Алжире стала прототипом аналогичных операций в Италии и Франции. В январе 1943 года лидеры США и Великобритании собрались на конференцию в недавно освобожденной Касабланке в Марокко. В Тунисе вовсю шли тяжелые бои, да и в далеком Сталинграде армия Паулюса еще не капитулировала. Но ситуация изменилась по сравнению с первыми годами войны кардинально. Именно в Касабланке впервые прозвучали слова «безоговорочная капитуляция». Разговаривать с Гитлером и идти на какие-то соглашения с ним больше никто не собирался. Потеряв контроль над Средиземным морем, Гитлер потерял инициативу. Теперь ему оставалось только ждать, где же союзники нанесут следующий удар. На Балканах, в Южной Франции, в Испании, а может на Сицилии. Успехи в России и Африке, на Тихом океане позволили набросить удавку на шею гитлеровской Германии и нацизму. Очень скоро война придет непосредственно в Европу, чтобы эту удавку затянуть и принести человечеству долгожданную победу над нацизмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова